привет на манеже все те же это канал хвоста то и счастье и мы его ведущий галина и сергей волковым друзья у нас сегодня понедельник случилось так что сегодня у нас поездка в екатеринбург обычно мы по вторникам ездим за кормом у нас сегодня мы встречали пряника мы его так назвали давайте сейчас это у нас будет подкаст и будет видео подкаст то есть возможно вы смотрите его на ю тубе категории подкаста возможно вы смотрите его на дзене либо в одноклассниках либо в других наших социальных сетях в общем мы едем и общаемся поехали будет нас немножко не видно да но зато будет слышно да потому что уже стемнело и у нас время полдесятого время у нас полдесятого мы сейчас вам расскажем итоги понедельника есть у нас печальные новости ни одной хорошей новости нет нет ни одной но какая я даже не знаю просто то что мы вот вышли понедельник день тяжелый это реально сегодня так значит началось с того что мне написала девушка которая взяла у нас этого котенка серого томаса томаса да о том что у нее началась аллергия на они хотят его вернуть вот значит они вернули они были хорошие новости там даже визиты были вот они его привезли отдали обратно значит сколько сутки не прошло да нет пара дней пара дней вот приезжали к нам люди гости 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 да при привезли нам подарки для хвостиков медикаменты перчатки там что-то такое бульоны привезла евро девушка привезла бульона это для хвостатых наших вот получили мы посылку нам прислали матрасики вот и на томас там томас пряник 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 да пряник подтверждает хотя он и не знает мы его позже забрали вот значит встретили пряника с махачкалы код спинальник ну попозже наверно серёжа будет видео сделает большое или нет нет будет вертикально она будет большое длинная но будет вертикальная мы встретили его в аэропорту он прилетел нам самолетом из аэропорта махачкалы там хоть и произошли такие неприятные события прошло да ну вот аэропорт заработал и отправили к нам вообще должны были двух котов да да должны были отправить дух один был сбитый вот ломаный и второй вот пряник но к сожалению ломаный не дождался написали вчера что вот прилетел один только пряник нам купили корм заехали влажку купили влажный корм до сухой завтра приедет связи с тем что мы уж в екатеринбурге мы обычно по вторникам ездим покупаем вот а сегодня мы приехали мы пораньше встали как обычно да то есть чтобы сделать кучу дел приехали время смотрим ну 7 часов в 6 часов прилетел самолет 7 часов можно было конечно поехать домой попытаться пораньше лечь спать но мы понимаем что мы если приедем все равно мы найдем каких-то дел себе кучу и естественно ляжем все равно спать как быть как обычно в час а завтра опять что завтра опять вставать пораньше да поэтому мы решили давай заедем купим корм все что необходимо сухой сушку у нас привезут завтра у нас доставка покажем вам сколько мы купим чапу педигри а влажку купим заедем сегодня ну вот заехали купили и как памперсы купила для маленьких да и чтобы не спать ну и чтобы вам было интересно что послушать решили что запишем подкаст вот ну и две печальные очень новости к сожалению еще мы были дома у нас бежала на радугу печенька не справилась кошка плохо было ей и операция серьезная тяжелая и ну время упущено просто игру меня вот в этих случаях просто убивает вот это вот ситуация я понимаю что не у всех есть деньги лечить я понимаю что не у всех есть деньги оперировать животных своих костиков на вот но если вы видите что у кошки совсем все плохо и вы не можете ей помочь ну хотя бы будьте милосердны хотя бы усыпите ее потому что это ее нам принесли и получается мы ее прооперировали еще два дня и нет кошки но это негуманно просто вот выкидывать в таком состоянии животных на мой взгляд вот и уже по дороге в екатеринбург когда мы ехали отзвонилась клиника вид плюс у нас там на стационаре была янушка вот и врач тоже рассказала о том что очень было плохо со вчерашнего вечера с дыханием у нее хоть и принимали меры к этому и кислород и фуросимид в общем все но к сожалению днем произошла остановка дыхания проводили реанимационные меры они не помогли и нету больше янушки тоже вот вот такие две печальные новости за один день у нас ну по поводу что у янушки получается что у печеньки у них у обоих в обеих получается были злокачественные опухоли на молочной гряде рак и скорее всего то что вот их прооперировали наше предположение что на самом деле поражение было не только молочной гряды а внутренние органы были тоже как правило как правило опухоли на молочной гряде это вершина айсберга на самом деле все внутри гораздо серьезнее но по янушку еще когда оперировать прооперировали ее было сказано о том что у нее вся подкожная жировая клетчатка была поражена а вот то есть и врач который терапевт да то есть не не хирург терапевт она посмотрела на это она тоже работала в тот день она посмотрела и сказала что очень похоже на железистую карциному карцинома ужасная опухоль очень агрессивная быстро развивающиеся вот поэтому видимо были все-таки уже метастазы в легких у собаки поэтому она и кушала плохо и было очень плохо да и тяжело и было двигаться мы надеялись что профессиональное наблюдение все-таки как-то поможет еще пожить но может быть наоборот может быть если бы она была у нас да нет сереже и у нас плохо так она была под по крайней мере под наблюдением вот а печенька она тарахтела до последнего она прям вот ей было я не знаю насколько больно не больно но она властилась ей было хорошо и и дарила дарила что мы пытаемся ей помочь вот очень адекватная кошка игры просто ужасно жаль что вот так все это получилось но по крайней мере попробовали дать шансы той и другой вот такие вот у нас неприятные новости черкес у нас сегодня тоже отжигал как вы знаете мы его решили оставить и не размещать больше на стационаре у нас есть большая такая клетка относительно большая относительно большая она конечно маловато но ему сейчас ограничение подвижности поэтому это как бы на пользу для него вообще это самый раз вот и когда зашли сегодня с утра то есть увидели что у него выделен много кровь на лапе кровь на тире оперированный вот решили что видимо либо повредил сильно то есть натер многие немногие был комментарий написали в комментарии что наложили гипс наконец-то там не гипс ребят там у него сделано так называемого лангета и специального полимерного бинта нельзя гипс накладывать потому что гипс не съемный а у него швы и швы надо обрабатывать вот сегодняшняя ситуация показала что если бы был гипс его бы пришлось снимать потому что шов вот вот один наш бутылку да он там забинтован был сверху вот это вот оля лангета сделаны тоже забинтована была значит гип этот шов начал подкравливать но это ожидаемо потому что то состояние мышц мышечной ткани которая была на лапе вот после при при второй операции да то есть если когда первый раз оперировали там мышцы были нормальном состоянии они не были резаными они не были травмированы ничем никем вот то когда второй раз оперировали они уже были отекшие инфицированные и как бы ничего хорошего поэтому то что сейчас шов начал сочиться это примут ожидаемо это вообще по-хорошему там надо делать дренаж дренаж это когда делается какой-то отверстия до продевается что-то продевается обычно резинка от перчатки от медицинской берется и она не дает зарастать вот этим вот отверстием то есть через вот этот дренаж эти отверстия идет отток жидкости чтобы она очищалась сама и она быстрее заживает вот если она зарастет то она просто будет копиться будет разбухать будет разрастаться внутри под вот этим вот нет инфекция по-хорошему надо дренаж но в связи с тем что там шов на всю лапу ну сколько сантиметров 30 наверно то есть там сплошной шов не проблема в этом не узелками отдельными а сплошной если бы были отдельные узелки можно было бы пару узелков снять и сделать этот дренаж если сейчас подрезать где-то нитку то ну сами понимаете сплошной шов он просто распустится весь ты еще там какую-то гомеопатию решил да да мне посоветовали гомеопатию и я ему ее даю что за гомеопатия что это такое умель это человеческий препарат на основе растений то есть он ускоряет регенерацию и мягких тканей снимает отечность ускоряет заживление костной ткани нарастание костных мозолей ну то есть как бы вот способствует всему тому что нам нужно ну мы не знаем у нас нет опыта использования этого препарата вот есть то что можно сказать связи с тем что он основа у него растительные компоненты то есть это не какая-то там химия то хуже от этого не будет вот мы надеемся что это будет только поспособствовать будет лучше потому что для него сейчас каждый день то есть я его сегодня мы его сидим вы выводили он попытался сделать иры аф на меня вот я его пожурил за это дело поругал уложили мы его ну сегодня было днем хорошо на солнышке пригревала такое ощущение как будто весна будто весна да вот он даже лег успокоился попытался пару раз сказать что ему не нравится но я сказал что он не прав вот и мы с ним пока лежали общались галина сняла бинты у него кстати опухоль спала не совсем у спадая аппетит у него спрашивали в комментариях как у него аппетит как он кушает писи там как вот аппетит у него не скажу что прям сниженный но есть да пусть он получил заглатывает просто так и все и нету то есть таблеток накидали туда это чтобы руки не совать ему в рот и не мучить его какими-то таблетка давателями и так далее то есть отработанная методика во влажник засовываешь таблетки вкусняшку какую-нибудь приюта кстати практикуют листогонки вот эти все вещи там вообще таблетки эти в сосиски или сардельки берут берутся нарезаются почон очками и туда вдавливаются таблетки и вот такая вот штука дается не все не всем прокатывает собачкам некоторые умудряются разжевать и выплюнуть да есть такое вообще мы вот наша практика показывает что если есть возможность вариант допустим тех же антибиотиков либо уколах либо в таблетках то лучше сделать в уколах потому что во первых и усваиваем усваивается лучше ну то есть попадает минуя желудочно-кишечный тракт то есть мы его не травмируем это все теми этими антибиотиками он попадает всасывается из мышц кровь антибиотик вот и по крайней мере я точно знаю что я его поставила то есть он внутри в собаке а не так что она там где-то под языком спрятала потом есть еще такой момент что собаку может тошнить ее может вырвать и соответственно то что вы дадите она может просто-напросто истёргнуть поэтому тоже противорвотное давать смысла вообще нет никакого когда таблетка поэтому в уколах проще ну по крайней мере на ну есть конечно моменты когда надо ставить внутривенно не все могут работать с инъекциями внутривенными вот но в холку в попу поставить можно кстати как вариант когда говорят что надо у собаки если там или у кошки обезвоживание и надо ставить капельницу нет возможности не умеете ставить нет катетеров или еще что-то либо ветеринары отдыхают или где-то далеко да то можно в принципе подкожно вводить необходимо не сразу там литр-два да по паре шприцов допустим там можно даже прямо из капельницы да можно из капельницы капать и подкожно то есть в холку вставить и катетер оно из-под кожи всасывается также медленнее конечно падает чем 3 вена но тем не менее вот а так вообще если есть возможность если вам нужно ставить капельницы допустим назначают капельницу на несколько раз приезжаете в клинику ставите катетер покупаете систему для капельного для капельной инъекции приезжаете домой собаку где-то кладете кошечку кошечку допустим до подвешиваете вот этот сосуд там у вас что будет ну либо она в пакете либо она в бутылочки обычно капельница вскрываете капельницу вставляете иглу там резиновая заглушка если бутылки если в бутылки до либо там специальное место для иглы если это в пакете в мягком вот открываете как сказать краник там типа краника такое колесика вот прогоняете воздух вставляете открываете катетер вам нужен будет этот как его ну чтобы не свертывалась и парень гепарин да я люблю гепарин не любишь а что что лучше физраствор гепарин он разжижает кровь потом не надо же ну понятно но тем не менее как бы это все равно это лекарственный препарат проще для того чтобы не забивался катетер после капельницы промыть перед капельницы потому что надо перед капельницы промыть и после капельницы промыть прям 55 миллилитров физраствора чистого набрать и ввести в капельницу в катетер да и все то есть у вас если там пробочка образуется когда ставят катетер вообще в клинике обычно сразу промывают его то есть в катетер вставляют шприц и вводят либо кипарин кубик пол кубика либо вводят физраствора сколько пять кубов что ли можно пять кубиков это та же та же кровь да то есть то же самое все про продули этот самый катетер воткнули систему она у вас уже прогнали воздух слили с этого с катетер системы и уже вот этим вот краником колесиком выставляете необходимую скорость единственное надо следить за питомцем чтобы у него лапа не была согнута потому что когда лапа согнута он может под себя и и засунуть может как-то и и положить так что она будет согнута то есть когда вена пережата естественно не будет капать вот и надо находиться с ним всегда рядом потому что если он будет двигаться он может выдрать катетер у вас весь раствор убежит вот помимо капельницы обычно назначают еще какие-нибудь там витамины или антибиотики которые ставятся в резинку так называемо то есть что-то можно поставить прямо вот в раствор физраствор капельно пропать все вместе а что-то можно моно режиме то есть сам катетер либо в резинку возле катетера которая будет от капельницы какие-то препараты ставятся туда вот у вас получается в капельницу проставили то есть она у вас прокапалась ушла ушел весь раствор из системы по трубке вы увидите закрыли этот задвижку эту колесико опять дунули ну как было набрали там пять кубов из раствор чека можно рингера до раствор физик лучше физраствор лучше да вот все закрыли катетер замотали его бинтом сильно не надо бинтовать потому что лапа может быть может опух может отек наступить вот и все и у вас может вот так вот катетер может использоваться в зависимости я не знаю от состояния собаки то есть три то раза можно легко ну до пяти дней стоит да но надо смотреть то есть когда вы начинаете ставить вот продуваете да если образуется шишка в катетер может быть выпасть и он как так называются в стуке дует то есть это когда он капает мимо ну вы когда будете продувать из растворю из шприца да вы увидите то есть пять кубиков когда мимо вены проходят там образуется шишка то значит как говорится катетер не состоятелен вот тогда берете подмышку товарища и в клинику ставить новый катетер есть четыре лапы у него можно грубо говоря поставить в другую лапу то есть обычно ставят в передние лапы но можно поставить и в задние по-разному то есть у такс лапы маленькие короткие очень неудобно ставить катетеры в этом плане то есть тут все зависит от ветеринара от его опыта насколько у него это хорошо получается потому что не все могут ставить кто-то ставит только в левую лапу может ставить умеет ставить да кто-то ставит только вправо кому-то без разницы кто-то подбревает кто-то не подбревает кто-то видит вену так кто-то не так то есть там вообще куча вариантов но вот когда вы приезжаете допустим с питомцем в клинику да и вам ставят капельницу я не знаю там стоит вас в любом случае возьмут деньги за прием то есть это рублей 500 наверно да всегда не всегда да не всегда прием это вот как бы прием то есть приняли далее назначили лечение потом можно ездить просто на капельницу то есть забирают и ставят капельницу ну тем не менее просто вы приезжаете вам ставят капельницу и за капельницу вам нужно платить тоже наверное рублей 500 800 может быть везде по-разному везде по-разному а так если у вас будет ставить катетер вы во первых никуда вам ехать не надо питомца лишний раз дергать не надо он у вас уже готов дома в спокойной обстановке сэкономили денег посидели со своим питомцем погладили его пообщались по поболтали полечили вот вообще как проверяется обезвоживание собаки кошки то есть когда вы берете его за шкирку и отпускаете и у него вот эта складка на шкирке кожная она если она ушла сразу то это все хорошо то все нормально а если воды в организме достаточно если она осталась и медленно распрямляется либо не распрямляется вообще это обезвоживание то значит обезвоживание есть еще такая проблема возможно когда то есть надо капать аккуратно надо капать медленно потому что может быть переизбыток жидкости при каких либо отеках отек легких допустим да пневмония вот либо выпад в брюшную полость когда жидкость есть в организме избыточная ее как бы капать надо очень аккуратно вот и аккуратно капают ну в смысле не аккуратно капается а капаются очень-очень медленно тогда когда есть проблемы с почками и потому что они и так плохо работают да то есть они просто не будут справляться с таким объемом да они просто совсем завернутся поэтому тут надо смотреть если вы ставите катетер и планируете самостоятельно ставить капельницу дома обязательно спросите с какой скоростью можно капать да да вот вообще лучше с врачом с ветеринаром как бы быть на связи и по любым каким-то изменениям по любым каким-то вопросам писать ему там либо звонить и консультироваться потому что я думаю что ветеринар тоже заинтересован в том чтобы ваш питомец ну чувствовал себя нормально вот такой вот небольшие такие лайфхаки по поводу того как капельницы есть специальные приборы как они называются инфузоматы как инфузоматы инфузоматы да то есть это очень удобная штука у нас даже тоже есть такая штука вот у нее огромный плюс какой она может это поршневой насос вставляется шприц с лекарством большой шприц он на разные там есть на 20 есть на 50 есть на 100 да он вставляется выставляется скорость введения и как бы питомец не загнул лапу он все равно прокачает он продавит раствор вот единственно все равно надо следить за тем чтобы не выдернулся катетер когда то есть сама трубка от шприца чтобы она не выпала вот и плюсом ну то что он дает сигналы то есть если допустим у вас капельница никак не просигналит да то есть вы сидите ну трудно очень сидеть в течение там двух часов и не отрываясь следить за тем как ты тут открыл кисюн тут открыл открыл кисюн там да я слышу меня кто-то по ноге трубает ага он тебя обнимает за ногу вот то есть капельница она в любом случае то есть она беззвучная ну там все просто да то есть очень сложно сидеть там час-два и следить как эти капельники капают можно уснуть но я бы точно уснул вот инфузомат он подает сигналы когда же подходит к концу то есть он дает там звуковые сигналы о том что скоро пора будет менять шприц вот либо когда все закончится в этом плане тоже очень удобно ну единственное что нужно электричество то есть я так думаю что дома у вас оно есть вот и плюс сам конечно инфузомат он стоит денег то есть это медицинский прибор вот если у вас как бы один питомец и он здоровый то есть нет смысла покупать для одной-двухапельниц конечно он стоит дорого обычно его приобретают либо для ветеринарных клиник где идёт какие-то послеоперационные реабилитации либо когда идут какие-то процедуры то есть назначены ветеринарами да ты выдрал тут все поросил либо когда ну надо там откачивают то есть под капельницу собаку кладут там на переливание или еще куда-то вот тогда конечно в нормальной клинике их несколько штук он не один они есть сразу под два шприца есть под один шприц под разные варианты есть с нового образца старые электронные механические ну и механических наверное нет ну там всякие табло то есть вариаций куча вот и фирм разных тоже море в общем нужная штука для тех у кого много питомцев и либо у вас приют то есть это вот как штука полезная а вообще если у вас вы как-то более-менее связаны вот именно со спасением зоозащиты да учитесь ставить уколы учитесь ставить ну как минимум хотя бы внутримышечные подкожные давать таблетки давать таблетки ставить уколы стричь когти ставить капельницы ну то есть элементарные процедуры медицины ветеринарные медицинские да это пригодится в жизни это значительно облегчит и удешевит работу содержание это вы сэкономите во-первых и время и деньги вот и учитесь завязывать морденцы собакам особенно вот катанам морду завязывать не получится потому что она у них не такая вытянутая хотя есть допустим те же бульдоги да у них тоже то есть морденцы не завязать ну там там по другому там идеально вообще для любого животного дабы обезопасить себя от повреждений чтобы какие-то манипуляции делать это одевать колпак когда у питомца одет ветеринарный колпак воротник воротник да вы практически это все равно это лучше чем как сказать чем завязанная морденция то есть он не так раздражен то есть можно делать манипуляции с тем же ошейником с тем же ну там единственно что к морде конечно не подлезть но допустим лапы живот спина хвост все у вас вы обезопасны ну и он конечно может дотянуться но я думаю что при определенном навыке у него это не удаст да поэтому когда у собачки одет колпак я вообще себя чувствую комфортно как никогда это ручная собачка тогда вот у нас был единственный кот единственно коты они могут царапаться то есть тут помимо колпака лапами да 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 тут помимо колпака надо обязательно пеленать в какое-нибудь толстое большое полотенце чтобы он когтями был связан вот поэтому у собак у них когти не так страшные а вот коты то могут расцарапать то ой как сильно причем они задними лапами включают режим мельница и там просто фарш превращает такая мясорубка что просто можно лишиться ну большого кожного покрова за минимальное время вот галь ты хотела что-то сказать да да я хотела рассказать случай помнишь у нас пес был с огнестрелом в боку я помню да вот и который швырялся вообще он его не смогли обрабатывать в клинике то есть там было было глубокое очень входное отверстие от пули и нужно было ставить антибиотики уколы и обрабатывать вот это все а он просто не подпускал к себе никого не он подпускал но он швырялся на любые какие-то попытки даже погладить его вот то есть ну не терпел себе никаких прикосновений и в клинике с ним не могли справиться сказали забирайте вот его привезли к нам на нем был надет колпак и не было колпака мы надевали ну можно ну короче мы надели колпак на него вот и в принципе потом Сережа гулял выходил с ним на прогулку я все готовила как космонавт все в руках несла зафиксированное Сережа его отвлекал чтоб он меня не видел потом складывал этот колпак таким пельменем напополам держал голову с этим колпаком а я подходила сзади ставила укол обрабатывала на боку эту дырку огнестрельную и быстро убегала да да а он мне посмотрел в глаза и говорил ну отец как ты мог я тебя я тебя а то то вот ну кстати у него хорошо быстро все заросло вообще на собаке да да вообще у нас есть еще найда маленькая найда мы ее называем ну такие ее зовут она кстати это ее родное имя ну да ну нет у нее так и было маленькая найда просто она по размерам была у нас была большая найда да да просто вот а чтобы понимать о какой найде идет речь у нас не одна найда у нас их несколько да так вот мы обозначили что это маленькая найда и вот она всю жизнь прожила с бабушкой и и она вообще никогда не знала ни ошейника ни поводка и других людей и других людей она про она дико боится салютов дико боится всяких грозы то есть вот этих всех вещей она пытается залезть спрятаться да и невозможно ее взять на поводок то есть ее только если берешь на поводок она все она начинает швыряться она начинает откусываться истерика да она боится у нее паника и истерика и все это караул вот мы ее когда привезли она у нас попала ну как бы некуда было посадить мы ее посадили и она видимо тоже была какая-то праздник или что-то еще то есть она куда-то заныкала голову а попу то оставила снаружи и орала дико вот и видимо соседям то это ей нам не понравилось и они ее покусали то есть вот ту часть тела которая осталась у нее снаружи под скамейку на голову засунула вот они ее покусали а в связи с тем что у нее как бы волосяной покров такой был мы не увидели сразу что вот ее покусали и получилось так что у нее вот пока не образовался вот эта шишка то есть не стала она не дается она не дается вообще гладится не давалось даже по крайней мере то есть она швырялась на все то есть бабушка умерла ее там привезли нет бабушка не умерла бабушку забрали дети квартиру да 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 и она отдала собаку отдала кошку вот и получилось так что вот все нарыв то образовался и довольно таки обширная область то есть она справа обрабатывать она вскрылась да надо было обрабатывать вот мы думали там даже понимаете там она во первых была откормленная у нее даже шейник спадала потому что там сразу из плечей шла голова там ошейник не держался просто-напросто это был конечно вот треш как ее приходилось фиксировать она не давала завязывать морду никак ничего нет мы не то что морду завязывать там пока ее я к столу не прижимал то есть я просто он была такая как как сказать такой типа столика столик не столик такой небольшой узкий столик я брал четыре длинных поводка ну ты ты ее фиксировал вот и а я быстро быстро обрабатывала и так было страшно от всего этого происходящего что она прям в процессе и писала и какала и вообще вообще и и мне приходилось и вот этими поводками прямо приматывать к этому столику потому что по-другому никак она она всяко вырывалась оттуда вот и получилось так что короче она она лечили она после этого всего она меня просто видимо ну как бы стала доверять то есть со мной сейчас вот после этого она очень хороший себя ведет видимо говорит ну горит ладно горит отец ты меня победил после этого ты обязана мне жениться да да вот и сейчас когда я хожу я единственный кто могу нормально зайти то есть нет я тоже конечно любви ко мне не испытывают единственное вот несколько раз было когда была летом гроза то есть я там прибираюсь у нас же все закрыто за шиворот не капает вот при юле еще не было заходишь вольер прибираешься в это время там гром вот она она была готова на голову мне залезть только вот куда-то спрятаться то есть вот эти моменты да она прям прижималась она прям голову засовывала подмышку только вот бы не не это самое не страшное было от все остальное время она не дает она как бы это но она и не швыряется на меня то есть она знает что я не обижу что я ее буду тут приберусь и и покормлю и уйду вот но меня она любит больше чем галю это она вообще тебя любит она же тебя позволяет себя и гладить и и вообще но надо она в любой этой обстакановки пытается забраться в меня прямо под куртку в карман в рукав куда-нибудь морденцу и и папа покрикивает покряхтывает вот единственно у нас юля мы не рискуем чтобы юля заходила поэтому этот вольер полностью целиком на мне то есть обслуживание кормежка там уборка это уж я занимаюсь вообще у нас есть питомцы которые любят только галину есть питомцы вот как это найда который любит они ну мы же как сказать единственно нет вот допустим мухтар и капитошка они абсолютно любят тебя и как бы я туда и не хожу и не лезут с руками с нежностями со всем остальным вот так то вот все остальные несмотря на то что кого они там любят тебя или меня мы просто вне зависимости от их ней любви просто существуем параллельно да то есть допустим бэлла у нас живет она не очень тебя любит она на тебя все время лает но она на тебя не швыряется и ты к ней не лезешь она тебя нет но она понимает что я главнее ее и поэтому она маним для них это собаки это же стаяны животные и в стае есть или архия такая то есть кто-то главный кто-то не главный вот есть типа позиции какой-то вот и они могут сказать свою фи вот было она регулярно говорит свою фи а говорит что ты главный ну ты козел ты мне ты главный конечно но я тебя не люблю да ну ты мне не нравишься иди команду и там где-то отсюда уходи ты нам здесь не нужен хотя другие собаки с ней не согласны вот есть такая у нас была она не затыкайся я только захожу так что вот есть ну вообще на самом деле сколько собак есть у каждой какой-то свой характер у каждой какая-то своя фишечка свои какие-то вот как людей нет двух одинаковых так и собак и кошек нет двух одинаковых они все разные разные вне по внешности разные по характеру разные по темпераменту читал ваши комментарии по поводу того что вы переживаете что инну забрали в будку на цепь друзья вот смотрите инна к нам приехала вообще на лечение да она из серого к нам приехала серого приехала и и был была договоренность что мы ее возьмем полечим и отправим обратно вот мы ее поставили на лапы у нее стало все хорошо и в принципе дальнейшая ее судьба должна была быть такой что ее отправили бы обратно она бы приехала в серов и и бы просто выпустили обратно на улицу вы сами видели насколько она добрая насколько она тянется к людям и она хулиганистая она непокосливая нет просто вот такой характер у нее то есть она ребенок поиграться да то есть я доставал тут инструмент раскладывал ремонтировал что-то она у меня то напильник стащит то отвертку гляжу уже грызет то перчатки то еще очень тут саморезы все распотрошила у меня вот ну я так как бы спокойно к этим вещам отношусь а другой был наверно бы попытался бы ударить там или еще что-то сделать как-то вот отреагировал бы ну негативно вот не представляете то есть если бы и вернули в серов то я не знаю насколько много на улице там было бы ей хорошо с кормежкой со всеми делами то есть ну нет возможности таких собак миллионы либо если бы даже не не выпустили на улицу в лучшем случае это ровно также бы забрали будку на цепь это в лучшем случае в худшем она жила бы там в приюте потому что там очень много животных да и там с медициной с ветеринарии тоже все плохо потому что уж даже с небольшими проблемами отправляют к нам и ну вот условия я не хочу сказать что у нас там прям шикарные условия мы такие суперские красивые молодцы нет там похуже там вольеры не такие теплых помещений мало вернее они есть вольеры переполнены везде в каждом приюте есть свои какие-то проблемы поэтому то что собака поехала вы понимаете нельзя всех пристроить на диван это не хватает на всех диванов к сожалению к сожалению она достаточно давно сидела у нас и не было ни одного предложения забрать и ни одного за это время хотя она уже и здорово и стерилизована и все на свете вот я не хочу чтобы она выросла и жила в приюте у нас есть такие собаки которые со щенков у нас вот они в щенячьем возрасте не пристроились и у них вся жизнь пройдет в приюте то есть вы представляете вот ну проведя аналогию с человеком это ребенок который будет всю жизнь жить в детдоме детдом потом общага то есть жизни семейной не будет никогда и это это плохо поэтому если появился шанс сделать дать семью значит нужно этим шансом воспользоваться может быть это даже не самый плохой вариант потому что там мама постоянно маму очень собаку даже показатель того что мужчина уже до того как он приехал он сделал будку они готовили они готовились вот они единственно что приехали на разведку я конечно у них наехал как вот так приехали без поводка и без ошейника чего-то вы тут такие но я не знаю мне с утра что-то настроение видать было хреновая галя наверное мне соли много сыпанула в кофе и я поэтому так отреагировал вот но мужчина приготовил будку причем я ему сказал что надо сделать входное отверстие на зачет и да они как бы нет не то что там видите мы сами все знаем нет прислушивается другой бы просто бы взял бы какой-нибудь ящик бы вон забабахал простой да тумбочку от стола да да что нибудь такое или шифонер старый и все нет он заморочился горит здесь вот я сделал перегородку чтоб не задувало то есть все замечательно все прекрасно и поэтому это не самый худший вариант гораздо хуже когда приезжают и говорят ну ладно я потом будку сделала чё там двор же крытый чё это же собака всего-навсего собака да вот то есть озаботились спросили стерильная не стерильная нет такого что приехали и говорят а есть у вас овчарки а мне надо щенка овчарки аминда щенка лабрадора амила до шпица а есть у вас маленькие а они с документами они с медалями нет то есть нормально люди приехали для себя действительно взять собаку причем это когда выбирают не породную да а вот именно просто надо по душе да по душе то есть это гораздо гораздо лучше поэтому не переживайте это не самое они у нас били бай то есть если что мы всегда рядом и всегда подхватим не вопрос это не самый худший вариант пристроя это я я уже говорил о том что бывает такое приезжают люди и у меня какое-то вот знаете ну противление что ли я так думаю что блин через неделю они собаку вернут вот либо за выхожу и мне человек просто не нравится тут не знаю цвет глаз у него не это самое не совпадает с цветом неба а потом оказывается что человек то вообще золотой молодец он и собак спасает и кошек спасает и берет и лечит и бросает отпуск и едет собака куда-нибудь там отдыхать то есть отказываться от чего-нибудь ради своего питомца и такие фотографии видео потом присылает и все нормально а бывает приезжает человек и начинает да вы что я час буду с утра гулять потом два часа в обед потом четыре часа вечером среди ночи в два часа ночи встану мы с ним пробежку сделаем да да у меня там все шикарно да чистое мясо буду у меня договоренность там на этом на рынке буду мясом кормить да вы что это у меня было пять собак все красавцы все такое а потом бац он приходит вот так вот с пальцем таким а меня укусил он почему а решил соплю у него из носа вытащить он меня укусил он меня не любит и он мне не нужен забирайте вот то есть поэтому как говорится встретили меня по одежке проводили тоже не важно вот поэтому я говорю что это не самый худший вариант не переживайте будем надеяться что у инны будет все хорошо вот у чудушки у чудушки тоже есть небольшие проблемки но проблемки и с ее туалетом вот она конечно я так чувствую что может съесть на шею хозяйки потому что пользуется она вот этой своей красотой неземной очарованием она пользуется надо быть построже если если вы нас смотрите и на будьте с ней построже не давайте садиться на шею потому что будет потом как нет она хорошая девчонка она хорошая девчонка но даже хорошие девчонки как код из шерека из мультика будут так глазки лупасить моргать заглядывать в глазки и все такое надо быть все равно надо быть стойким к этим вещам будет нет нет не то чтобы она специально да будет но она будет пытаться как бы это сама манипулировать пытаться это не специально это так ну заложено у них то есть она будет просто нельзя этого делать нельзя этого допускать надо чтобы вы были главной чтобы как сказать, чтобы вы управляли ситуацией, вот, и гулять, 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 то есть пытаться приручить. Ну, Сереж, не всем комфортно выводить собаку, есть люди, которым комфортно, чтобы собака ходила на пеленки, это выбор человека. Я понимаю, понимаешь, для здоровья важно. Нет, они ходят, гуляют, днем, ночью, так далее. Да, то есть надо гулять побольше. Да ладно, кто тебе сказал, будет лето, будет гулять побольше, ей сейчас холодно, она лысая. Закаль. У нее такая замечательная курточка. Ну, все равно, давай ты в одном свитере пойдешь ночью, будет тоже холодно. Почему в одном свитере? У нее есть курточка, есть свитера. Ты не видела курточку? Нет, курточку не видела. У нее есть курточка, ей Ирина уже сшила, я так понимаю, или она где-то взяла, но она в куртке, там красотка такая, то есть на улице уже сфотографировали. Просто, когда гуляют, во-первых, как бы нагрузка на опорно-двигательный аппарат, то есть это для здоровья полезно. Во-вторых, какой-то... Ей сейчас пока не надо там ни скакать, ни прыгать, потому что у нее шок еще. Не надо прыгать, спокойненько прогулялись и все. Во-вторых, закаливание какое-никакое. Я не предлагаю ее ледяной водой обливать с утра. Нет. Но пройтись там, допустим, по земле лапками, это для подушечек, это хорошо. Это и мунки хорошо. Ну, это как бы, знаешь, природой заложено. То есть она не околеет, не простынет от того, что там 15 минут пройдется по улице. Ну, я не знаю. Это, может быть, я заблуждаюсь. Это лично мое мнение. Вот. Может быть, я слишком суров к нашим питомцам, как это самое, как отец-командир. Возможно. Но... Генерал деревянных вольеров. Да, 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 да. Но нельзя давать спуску, как сказать. То есть надо гнуть свою линию. Надо быть в этом плане не это самое, не сгибаемым. Как это у Натальи Трухенко. Я, говорит, уехала, приехала, у меня собака. 7 на 8, 8 на 7, говорит, одинаково. Оставила. Такс у них с мужем оставила, с Ромой. А я, говорит, потом смотрю, он завтракать садится. Масло на печенье мажет и собаке дает. И собаке дает. Я, говорит, ему говорю, ты что делаешь? Он говорит, ну она же хочет, она же просит. У нее же такие глаза. Ну, представляете, да? На печенье намазывают масло и дает собаке. И собака ест. А еще бывают они так лапкой. Напоминают о себе. Я здесь, если что. Я здесь, если что, давай, давай. Ну, как не дать? Поэтому вот эти вещи делать нельзя. Как бы ни просили, как бы ни заглядывали. Потому что собаки это такие манипуляторы. Это просто караул. Вот. Ну, я говорю, может быть, я слишком суров. Может быть, я слишком требовательный. Я не знаю. Но, наверное, все равно я считаю, что это правильно. Вот. А вообще, каждый, конечно, выбирает, как себя вести с питомцем. У всех свои правила сожительства, скажем так, с животными. Для кого-то недопустимо, чтобы собака спала в кровати. Для кого-то это норма. Ну, то есть, по-разному все. Кто-то считает, что собаке все время надо мыть лапы, ботинки там одевать. Кто-то в бане парит кота. Бывает, да. Ему нравится, он кайфует от того, что я его веником, там, собаку веником парю. Ну, это вот, я не знаю, это... Как может собака... Нет, конечно. Там просто вообще другая система терморегуляции у животного. То есть, поэтому тут трудно сказать, что хорошо, как говорится, да? Что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому здесь... Ну, в любом случае, надо просто понимать, что собака – это стайное животное. И если у собаки есть четкое понимание, а для нее семья, то есть, там, хозяин, хозяйка, дети, внуки... Это стая. Это стая. Это ее стая. Это ее стая, да. И у нее в голове должно быть четкое понимание, что есть вожак, и потом есть лестница. И она занимает самую последнюю ступень. Она должна занимать самую... Это не значит, что ее меньше всех любят, нет. Просто у нее прав, она должна подчиняться всем, кто над ней. Вот. И поэтому, когда, допустим, хозяин, там, вожак... Хозяин, хозяйка, дети. Нет, когда хозяин, когда вожак говорит, что тебе нельзя это делать, да? И он главный. А хозяйка, которая подчиняется хозяину, она втихушку от хозяина говорит, ладно, делай. Отец не видит, иди сюда. Да. И у собаки в мозгах происходит разрыв шаблона. Как так? Кто-то поступает не как говорит вожак. То есть она просто ее рвет внутри. Ее психику разрывает из-за этого. Вот. Поэтому, если вы придерживаетесь вот этой политики, что у вас кто-то... Подход одинаковый должен быть у всех членов семьи к воспитанию животного. Если папа сказал, что нельзя... Или мама, если глава семьи сказала, что... Да. Или мама сказала, что нельзя. Вот. Поэтому потом и бывает, и возникает, что ребенок... Хвостик. Чего хвостик? Не ребенок, хвостик. Нет. Если в семье есть ребенок, и он, допустим, что-то делает, да, то есть... Собака понимает, что она главнее, чем ребенок, а ребенок пытается ее что-то заставить сделать, она может, естественно, попытаться поставить ребенка на место своими методами, зубами, да. То есть из-за этого могут еще губать конфликты какие-то. Вот. То есть... Отсюда покусы, отсюда туалет, где попало. Где попало. Это протест. Вот. Мы за нашими разговорами, за нашей беседой практически добрались до дома. Опять, благодаря вам, друзья, я не зевал, не ехал, не спал. А то мог бы уснуть. Время пролетело быстро, незаметно. Я надеюсь, что с пользой. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Не скучно, по крайней мере. То, о чем мы разговаривали. Пишите в комментариях свои вопросы. Можете... С удовольствием читаю ваши комментарии, когда пишут, что... Вот, подобрали там с улицы. Что, да, у нас тоже так же. То есть, допустим, там есть четыре кота, там три собаки. То есть, мне нравится читать такие комментарии. Я вообще предлагал Гале, говорю, давай просто можем сделать подкаст с чтением комментариев. А Галя говорит, ну, мы опять будем читать о том, какие мы хорошие. Но это же не так. Это будет дубль стрима. Да. Поэтому, говорит, нет. Мы, говорит, будем выбирать тему для подкастов. И на эту тему будем общаться. Так что... Ну, я гляжу, что вам, кстати, нравится. И, в принципе, неплохо. Это очень удобно для нас. Вот смотрите, мы доехали. У нас готов ролик. Причем ролик, который, в принципе, монетизируется. То есть, причем это полезный контент. Действительно, даем какую-то информацию. Ну, стараемся, по крайней мере. Да, мы надеемся на это. Вот, поэтому тут очень-очень замечательно в этом плане генерация контента. Вот, может быть, когда-нибудь у нас будут не только вот такие, да, беседы между собой. Вот, может быть, мы будем брать какие-то интервью у кого-нибудь. Да, Галя? У кого? Ну, я думаю, можно будет как-нибудь пообщаться с Лидой из Корги школы. С Юлей Бабкиной. С Юлей Бабкиной мы можем, да, записать. С Юлей, это еще интересно. С Юлей, да. Ну, Юля занята прям с ума как. Нет, ну, в процессе работы она может отвечать на вопросы, почему нет. Главное, телефон у нее только отобрать. Ну, да. Вот, кстати, когда она у нас приезжает? 16-го. 16-го у нас приезжает Юля Бабкина. Вот, поэтому можете написать свои вопросы, что бы вы хотели узнать от Юли Бабкиной. какие-то, ну, как, 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 она как ветеринар может вам что-то рассказать. Вот. Может быть, Илье вопросы задать, это помощник. Он тоже, в принципе, я так думаю, что будет таким серьезным, хорошим ветеринаром. У него все вполне замечательно получается. Вот. И с юмором парень, и человек хороший. Поэтому, если есть... Но он не очень любит сниматься. Но мы будем... Нет, мы будем снимать не его. Мы будем просто записывать его разговоры, как он отвечает. Ну, я говорю, вы пишите вопросы, а я уже посмотрю и... Пишите вопросы для ветеринаров. Да. И мы все это скомпонуем. Да. Вот. Надеюсь, опять вам было все-таки интересно. Огромное спасибо за помощь. Огромное спасибо за поддержку с черкесом. Вот. Все, надо бежать. Берегите себя. Берегите своих питомцев. Скоро будет новое видео, новый подкаст. Поэтому мы с вами увидимся. Мы с вами услышимся. Всем пока-пока. Пока-пока. Давайте. Покеда. Субтитры создавал DimaTorzok